Вторая серия по поводу ареста моего счета, несправедливого и так далее. Значит, 22-го я зашла на сайт Сбербанка, увидела, что у меня арестована карта, я знаю, что я проплатила все налоги, что, может быть, это и было с опозданием несколько дней, там, буквально, серьезно, несколько дней, но у меня уже все оплачено, и оплачено с переплатой было, то есть я специально переплатила, потому что я знала, что чуть-чуть позже. И, то есть я знала, что мое дело правое, победа будет за мной, и начала, короче, ругаться сначала со Сбером, потом с Пенсионным, потом с приставами, в общем, со всеми, кто участвовал в этой самой истории. Значит, мои ошибки. Первая ошибка. Банк ни в чем не виноват. То есть не тратьте свои силы, не тратьте свои нервы на общение с банком, потому что банк реально ни при чем. Он выполняет распоряжение приставов. Приставы тоже ни при чем. Здесь, если наложен арест, и арест наложен несправедливо, вы должны выяснить крайнего, кто это сделал. То есть от кого поступило распоряжение приставам это сделать. То есть силы на то, чтобы тратить нервы на банк и на приставов, совершенно, как бы, я понимаю, что я сделала зря, но я была просто в бешенстве. То есть когда ты реально знаешь, что ты не виноват, я скажу небольшое лирическое отступление. Дело в том, что в конце, наверное, зимы или, вполне возможно, в начале весны, я пришла в банк, чтобы сделать платеж. И я не смогла его сделать, потому что пенсионный фонд города Ангарска изменил реквизиты, не считая нужным ставить в известность предпринимателей. То есть никакой информации ни в газетах, ни по радио, ни на каких сайтах, они делали отсылку на сайт, на сайте не было ничего, никакой информации о смене реквизитов не было. То есть таким образом предприниматели города Ангарска намеренно были поставлены в ситуацию, когда они оказались автоматически должны. Помню об этом инциденте, я поэтому как бы и сделала переплату. Но они не стали даже дождаться моих денег, они просто знали, что им все должны и, видимо, подали на всех. И когда я звонила в МВД региона, я вам могу точно совершенно сказать, что мне сказали таких звонков, как вы, вот просто сотни в день. Сотни в день, то есть нас таких много. И искусственным образом в Ангарске была создана ситуация, когда люди, пытаясь сделать вовремя платеж, просто физически не могли его сделать. То есть получается, что пенсионный фонд может делать то, что он считает нужным, никого не ставя об этом в известность, отправляя претензии по поводу долгов на какие-то адреса, где я реально уже не живу 10 лет. Я пыталась им сообщить свой реальный адрес, адрес проживания фактического. Они сказали, что его не надо сообщать, что все равно письма будут приходить по тому адресу, где я не живу. То есть ситуация пенсионным фондам создается искусственным образом. Это просто предприниматели реально должны понимать. То есть как только вы сказали, да, я честный человек, да, я хочу платить пенсионы, да, я хочу платить налоги, вместо того, чтобы погладить вас по голове государства, там, спасибо вам, там, Вася, Петя, Маша, Оля, да, за то, что вы слезли с нашей шеи и пытаетесь выжить сами. Они просто берут нас за шиворот и начинают бить лицом в асфальт морально. Может быть, есть какие-то очень простые люди, которые не могут понять, что происходит. Я же лично понимаю, то есть суммы снимаются, вот у меня был минус на карте, я увидела минус 2 500. Хотя по закону, по закону, они имеют право снимать с карты не больше 50% долга. То есть уже нарушение. Я очень рада, что в данный момент у меня все бумаги на руках. Итак, какие у вас должны быть бумаги? То есть как только вы узнаете, что ваш счет арестован, ваша задача связаться с банком, прийти туда и взять документ. Это может быть просто справка на фирменном бланке. Вот. И мой вам совет. То есть делайте это каждый день. Я понимаю, что 2 500, там, для кого-то не деньги, для кого-то там это деньги. Кто-то даже не заметит, что у него сняли это со счета. И таких, я думаю, что очень много. Вот. Потому что иногда приходит смс, что да, денежки ушли. Да, денежки куда-то, значит, ушли, убежали. Но дело в том, что ситуация, как я уже говорила в первой части, что она создается злоумышленно. То есть злоумышленные предприниматели не ставят в известность о смене реквизитов. Таким образом, все предприниматели, оказывается, должны. Я повторяю это. Потому что я думаю, что для ангарчан это будет очень интересно. Значит, в первый день, 23 числа, я взяла вот эту справку. И с этой справкой я уже пошла, мне сказали, это пенсионный фонд. Я просто уже даже знала, что это пенсионный фонд. Я пошла в пенсионный фонд, я не стала брать с собой никакие чеки. Я просто пришла и сказала, загляните в компьютер. Они заглянули и такие, ой, вы знаете, да и правда. Смотрите, что еще, да, какое нарушение. То есть вот здесь вы видите ареста 1130 рублей 29 копеек и 1368 рублей 10 копеек. На самом деле я должна только то, что после тысячи. То есть вот должна была, но это уже оплачено было. То есть 139 и 368, 10. Тысячу приписывают за услуги приставов. Имейте в виду. То есть если вы будете вовремя платить все, вам все равно припишут и все равно снимут. Смотрите, да, до чего я дошла. Значит, вот они выдали мне бумаги, просили окончить вот это вот исполнительное производство. Вот три бумаги. То есть арест идет по двум каким-то из них. Да, вот 368, 10. 60, сори, и вот 130, 29. Да, вот они, вот они. Но есть еще бумага на 6809. И эта как бы цифра, она не фигурирует. То есть вот уже, да, само по себе как-то странно. То есть три платежа, которые оплачены, слава богу, были. Если бы они не были оплачены, то здесь должно было быть еще 68 и еще плюс 1000. Вот просто, да, смотрите, как нас обворовывают. Классно. Ну, у меня, слава богу, как бы карта та вообще, она, собственно, идет для пенсионного. Сори, она у меня идет, собственно, для того, чтобы... У меня там был медицинский полис и ННН. Значит, я пошла... То есть это было все получено 23-го. 24-го я пошла повторно. И повторно взяла, как бы, информацию о том, что у меня взыскание. В двух экземплярах уже и с печатью. И посмотрите, что мне выдали уже 25-го. В 6 вечера. То есть у меня уже все было снято. И хочется отметить, что я не бегала ни по каким инстанциям. То есть я не побежала ни в пенсионный, не повезла эти бумаги приставом. Я, в общем, ничего не делала. Я просто сказала, что я это делать не буду. А как бы просто уже нужно начинать разбираться вообще с происходящим. То есть получается, что я обращаюсь в газету «Время». Понимаю, что тема щекотливая. Берегатливо, там, ссылаясь на то, что сейчас все в отпуске. Ссылаясь на то, что сейчас не хватает, дикая нехватка журналистов. Там минус 5 журналистов. Что я так эмоционально неправильно все написала. Неправильно, может быть, я написала. Я говорю, ну поставьте тогда в письма читателей, какие проблемы. Пусть там будет коряво. Сохраните пунктуацию. Ну, в общем, все спускается на самотек. Типа, Олечка, мы обратимся к этой теме в начале сентября. Здравствуйте. Я ваша тетя, а я как жить должна. Молодцы тоже. В общем, вчера, можно сказать, история закончилась, толком даже не начавшись. Не начавшись, да. Но я хочу добавить несколько слов. Каждый свой шаг. Требуйте бумаги. Я очень жалею, что я тогда, когда пыталась сделать платеж, не потребовала бумагу о том, что я не могу сделать этот платеж, потому что реквизиты поменялись. Но поверьте, в понедельник я этим займусь.